Если научить человека, ну, например, просто быть здесь и сейчас, воспринимать то, что происходит вот как бы рядом с ним в данный момент, то, по идее, его реакции будут адекватными. Я вот как раз недавно произнял слово адекватный, да, и выяснил, что в русском языке это одно из таких слов, которые мало кто умеет употреблять в правильном контексте, потому что, когда говорят слово адекватный, ну, а адекватус на латыни означает равный, да, соответственно, адекватный это как бы равный, подходящий. И, соответственно, основная, основной затык у тех людей, которые используют это слово в неправильном контексте, адекватный чему? Когда мы говорим, что человек там реагирует на ситуацию адекватно, возникает вопрос, адекватно чему он реагирует? Ну, ответ довольно-таки простой в каком-то смысле. И заключается он в том, что, ну, это тоже я миллион раз рассказывал, еще раз расскажу с удовольствием, да, что в любой ситуации, которая для человека представляет некий интерес, или она как-то его там, в общем, выводит в переживание, всегда есть два элемента, из-за разрыва между которыми, собственно говоря, и происходят все эти переживания. И эти два элемента очень простые, да, это то, что есть, то есть текущая ситуация, хотелось бы, чтобы не было, а второй элемент это то, чего нет, хотелось бы, чтобы было. То есть, по сути, любая ситуация, которая нас тревожит, это разрыв между тем, что происходит на самом деле, и тем, что мы ожидали. По сути, это некая ошибка нашего ума, там, или нашего мозга в предсказании того, что происходило, ну, и, собственно, поэтому и возникает неадекватность, да, что если бы мы воспринимали то, что есть, и реагировали на то, что есть, то, наверное, мы были бы адекватны. Но мы реагируем не только на то, что есть, но еще на то, что хотелось бы, чтобы было. И, соответственно, все переживания, которые возникают, вот когда я про эмоции рассказывал, связаны-то, по сути, с тем, что возникает некая дополнительная энергия в организме, которая в идеале должна быть направлена на то, чтобы перевести нас из того, что есть, в то, что хотелось бы. И тут возникает куча проблем, естественно. Первая проблема возникает с тем, что мало кто на белом свете умеет воспринимать ситуацию адекватно. Вот как бы как то, что есть, да, это вообще очень тяжелая такая вещь, когда начинаешь, не знаю, там берешь то же самое ненасильственное общение, начинаешь пытаться с человеком прояснять, что это такое, выясняется, что ему очень тяжело взять, просто описать, что есть. Он обязательно начинает туда вплетать какие-то свои суждения, какие-то свои оценки, какие-то свои обесценивания, какие-то свои ожидания и так далее. И он не может просто взять и описать то, что есть. Вот как пишут в книжках по ненасильственному общению, как если бы это снимала просто камера наблюдения, да, просто описать то что наблюдается не получается у человека это описать ну и соответственно как я в одной из лекций говорил когда человек не может описать то что есть то он не может получить одно из ключевых состояний которые важны для проработки это состояние принятия потому что для того чтобы что-то принять для того чтобы какую-то ситуацию вместить нужно воспринять ее как есть для того что воспринять как есть нужно обладать способностью к безоценочному наблюдению эта способность она присуща мало кому скажем тогда даже не как не как способность а как навык да потому что человека можно приучить на что есть то что есть это когда ты описываешь ситуацию на уровне наблюдения простого да там что происходит кто в этом участвует там размеры форму цвет температуры там и так далее вот а все остальное это уже как бы работа ума да какие-то вещи которые нанизывают ум на это все вторая проблема естественно возникает с тем что мало кто может реально ответить на вопрос а чтобы ты хотел чтобы было то есть что ты ожидаешь чтобы было как бы грубо говоря что тебе надо вот то есть это такая вещь это я вспоминаю как у андрея кнышева есть такая шутка что типа вот когда бежит по улице человек весь такой растрепанный расстроенный там не знаю в не в себе там да в каких-то эмоциях его обычно хватают и спрашивают куда ты бежишь куда ты бежишь это же неправильный вопрос то надо бы правильного спросить откуда ты бежишь откуда ты вот то есть по сути как бы первый момент да это вот как раз откуда он бежит то есть в чем собственно состоит та ситуация от которой он сбегает который он не может принять второй вопрос что он хочет что произошло дать чете надо вот вопрос который часто мы тоже задаем интуитивно догадываясь да что если мы хотим человека понять то нужно выяснить что ему надо край дар на еще меньше есть на свете людей которые могут могут на этот ответ на этот вопрос дать ответ да чем не надо то есть определиться со своими потребностями сказать что мне надо ну или есть такой вариант когда человек ну вроде как бы говорит что ему надо но это надо она какое-то очень странное она там не касается того чем он реально может управлять она касается очень часто каких-то ну не знают я называю инфантильных потребностей да там чтобы все меня любили чтобы все меня уважали чтобы все ко мне как-то правильно относились в общем короче говоря чтобы все соответствовали моим ожиданиям